В среду 30 октября стоял заседание Рязанской областной думы. Депутаты внесли изменения в региональный закон о транспортном налоге. Документ предполагает повышение ставок для различных типов транспортных средств. О том, какой категории автовладельцу придется платить больше, журналистам рассказал заместитель председателя комитета по бюджетным налогам Рязанской областной думы Александр Бармутин. Рязанской областной думой принят закон о внесении изменений во вторую статью закона о транспортном налоге на территории Рязанской области. Закон предусматривает изменение налоговых ставок на автомобильный транспорт. Принятие этого закона связано с тем, что Рязанская область занимает седьмое место среди областей ЦФО по количеству автомобильного транспорта, но в то же время 13 место по ЦФО по объему собираемого транспортного налога. Это обусловлено еще в том числе и тем, что в Рязанской области одни из самых низких налоговых ставок на автомобильный транспорт. Безусловно, к увеличению транспортного налога депутаты совместно с Минэкономразвития правительства Рязанской области подошли дифференцированно. Достаточно сказать, что соблюдение социальной справедливости на автомобильный транспорт легковой до 100 лошадиных сил минимально была изменена ставка. Но если раньше ставка была 8, то теперь она будет 10 рублей составлять. Легко пересчитать 100 лошадиных сил, увеличение составляет 2 рубля. То есть для этой категории налогополательщика налог возрастет всего на 200 рублей в год. Также следует отметить, что для физических лиц по срокам уплаты транспортного налога по новым ставкам будет происходить только 1 ноября 2015 года. Потому что в 2014 году физические лица платят за 2013 год по старым ставкам. Также мы учитывали, что значительная категория людей, которые платят налог, освобождены от транспортного налога. К ним относятся пенсионеры, инвалиды, имеющие автотранспорт, но с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. То есть эта категория вообще освобождена от транспортного налога. При разработке закона также учитывалось, что, например, социально значимый транспорт, к которому можно отнести автобусы, также минимально ставка была изменена в сторону увеличения минимально. Не была совсем увеличена ставка транспортного налога на грузовой транспорт мощностью двигателя больше 250 лошадиных сил. То есть здесь ставка не претерпела изменений. А также мотоциклы, мотороллеры и ряд других категорий автомобильного транспорта. Эффективность вот этого закона исчисляется. Значит, в 2015 году бюджет будет дополнительно областной иметь около 90 миллионов рублей. И поскольку автомобильный налог на транспорт полностью идет в дорожный фонд, дорожный фонд будет увеличен на эту сумму. Продолжение следует...